Здравствуйте, уважаемые коллеги! С вами Лилия Новикова и музыкально-терапевтическая среда. Сегодня мы поговорим о таком распространенном в наше время явлении, как сочетание умственной отсталости и эпилепсии. Нередко обнаруживается это сочетание. В связи с тяжестью и опасностью этого психического расстройства приходится решать несколько вопросов. Первый из них диагностический. Имеется ли в случае одно заболевание или это сочетание двух независимых болезней? Интеллектуальные нарушения могут быть проявлением умственной отсталости, а пароксизмальное расстройство – одним из ее симптомов. Это сочетание очень распространенное, поскольку и психические нарушения, и припадки нелетко связаны с одной и той же причиной, а именно органическими или метаболическими поражениями головного мозга. В этом случае оба синдрома расцениваются как единая клиническая форма. Пароксизмальное расстройство наблюдается при психическом недоразвитии, вызванном наследственными метаболическими дефектами. Примером может служить винилкетонурия, при которой у 50% детей наблюдаются инфантильные спазбы, саламовые судороги, кивки и абсансы. Эпилептиформные приступы могут быть в составе клинической картины умственной отсталости, сочетающейся с нарушением формирования костей черепа. В таких случаях повышение внутричерепного давления – одна из главных причин возникновения пароксизмальных расстройств. Умственно отсталый может заболеть эпилепсией. В свете исследования Даниэлова, показавшего независимость наследственной умственной отсталости и эпилепсии, такой комплекс вполне вероятен. В этом случае присутствуют две болезни. Их сочетание называется коморбидностью. Возможен и такой вариант, при котором эпилептическая болезнь протекает злокачественно. И поэтому в ее клинической картине обнаруживаются припадки тяжелого изменения психики в форме деменции. Так, младенческие формы эпилепсии, как правило, приводят к тяжелым формам слабоумия. Может иметь место сочетание интеллектуальных нарушений и припадков, при котором оба психических расстройствия являются симптомами другого, третьего заболевания. Таким может быть, например, опухоль головного мозга или органическое заболевание головного мозга. Кроме того, у детей с умственной отсталостью возможно возникновение единичной или повторной эпилептической реакции, проявляющейся в ответ на чрезмерные по силе воздействия, возбуждения или, например, отравления. К этим случаям следует относить значительную часть фибрильных судорог. Второй вопрос, который напрямую связан с первым, вопрос о типе лечения и его успешности. Ну, это с вами не наш вопрос. А третий затрагивает, конечно, сущность психического нарушения. И от ответа на него в значительной степени зависит не только лечение, но и, что особенно важно, профилактика, в которой мы с вами, дорогие музыкальные терапевты, принимаем непосредственное участие. До настоящего времени еще недостаточно освещен вопрос об особенностях эпилепсии при умственной отсталости. Еще в 1976 году Внухин изучил 650 детей и подростков, страдавших эпилепсией. В 8,5% наблюдавших 7 ребят припадки были умственно отсталых детей, не имевших симптомов грубого органического поражения. Он отметил, что наличие явного своеобразия эпилептических проявлений, возникающих на фоне умственной отсталости, присутствует. Какие же это? Во-первых, большая частота эпилептических статусов. Во-вторых, частое повторение судорожных припадков, особенности, связанных с денцефальной патологией. В-третьих, это редкое проявление одних только рассвернутых припадков, большая вероятность в сочетании их с бессудорожными приступами. В-четвертых, редкость злокачественного или острого типа течения расстройства, отсутствие затяжных послеприпадочных расстройств и более-менее заметных эпилептических изменений психики. Эпилептические проявления, наблюдающиеся у детей с умственной отсталостью, определяются той же врожденной неполноценностью или приобретенными вредностями, что и лежат в основе самого психического недоразвития. Это подтверждается тем, что имеется определенная общность между особенностями олигофренического и эпилептического слабоумия. Так, при психической деградации, развивающейся вследствие доброкачественной эпилепсии, развиваются сходные психические изменения с таковыми при стенической умственной отсталости. Исследования ЭГЭ указывают на биоэлектрическую фоновую активность и сохранную реактивность компенсаторных механизмов. Мнухин установил зависимость между формами умственной отсталости и своеобразием приступов. Так, например, атоническая форма умственной отсталости исключительно наблюдается у детей, страдающих статусообразной формой эпилепсии. Астеническая форма сочетается главным образом с абсанцами, либо с бессудорожными приступами. У детей с астенической формой умственной отсталости наблюдаются двигательные и психические припадки. Продолжение следует...